Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу новый набор премиумных восьмерок. Машинки довольно годные, довольно интересные, каждая по-своему хороша. Давайте будем обсуждать все поочередно. Итак, за 9000 золота вы можете приобрести себе набор. В составе набора вам попадет Panzer 58, Jagd Tiger 8.8, 2 Camo, которые на машинах смотрятся довольно неплохо, но, честно говоря, для 8.8 мне как-то немножечко он скучноват. Но здесь на вкус и цвет говорю свое субъективное мнение. А вот этот Camo действительно на 58 смотрится просто шикандосно. Короче говоря, как я уже сказал, у каждого свои предпочтения и свои вкусы, поэтому, ребят, строго не судите за мое скромное мнение, поделитесь своим. Что касается X5, то по 10 штук на каждую из данных машин позволит вам элитные экипажа прокачать, свободки немножечко поднять. Короче говоря, не поможет в прокачке ветки, но будет полезным в пополнении копилки. Аватарчик, который сейчас уже ложат, в принципе, во все наборы, ровно как в свое время ложили Зайца, и этот лучше, чем Зайц однозначно, но является не анимированным. Что касается открытого оборудования, то на 8 левеле позволит вам сэкономить, ну, я бы сказал, существенное количество серы, если вы возьмете машины именно в составе набора. Ну и два слота в ангаре. Что машины собой представляют, обсудим чутка позже. Отдельно отмечу, что вы можете купить себе отдельно каждую из этих машин, но только уже абсолютно голые, лысые. Без ничего, просто машина и слот в ангаре. Забегая наперед, скажу, Panzer 58 в моей коллекции отсутствует. За 5500 золота я сейчас нахожусь в очень, в очень глубоких раздумьях, а стоит ли покупать его, и почему у меня есть такие сомнения, озвучу чутка позже. Что же касается Ягдтигра, то он в коллекции у меня есть, и я обожаю данную машину. Я не часто выкатываю ее из ангара, но когда выкатываю, получаю массу удовольствия. Единственное, что стоит отметить, что машина однозначно не для тех игроков, которые любят активный геймплей. Это мы увидим с вами в катке, в которую выйдем сейчас обязательно на данной машине, а для начала давайте посмотрим на ее технические характеристики. Что машина собой представляет, ну и в целом, чего от нее ожидать. Когда вы откроете себе топовое орудие, вы будете иметь следующие показатели по орудию, которые не могут не радовать. Углы склонения вниз, минус 7, позволяет довольно неплохо отыгрывать на неровности. Что касается среднего урона, то 350 довольно нормальная цифра, я не могу сказать, что она прям какая-то заоблачная, но она приятная, особенно с учетом того, что вы с учетом установленного оборудования и амуниции перезаряжаетесь каждые 6 секунд. По-моему, очень даже таки неплохо. Средний урон при этом в минуту составляет 3517 заявленного ДПМа, и если вы сможете грамотно играть на данной машине, сможете реализовывать данный ДПМ с лихвой. Разброс крайне приятный и время сведения 3.8, которое позволяет комфортно отыгрывать на дальних расстояниях в том числе. Короче говоря, я лично считаю данную машину одной из лучших в режиме снайперской игры. Да, безусловно, на передовую особо не попрешь, хотя порой и такое бывает. Что касается брони, как видите, броня есть, безусловно, борта и корма не являются красными, но обратите внимание, они не являются зелеными. Здесь 84, поэтому фугасы вам страшны только если вам будут бить вот сюда вниз фугасом, для того, чтобы залетало вот в эту вот крышечку двигателя. Теперь, что касается брони спереди. То же самое, если вдруг вы выходите в клинч данной машины, то как и со многими другими машинами, с которыми тяжело бодаться в клинче, бросайте фугасы в основание вот сюда вот. Ну, рубкой не назовешь, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Короче, вот сюда вот забрасываете вниз, так, чтобы осколки вашего фугаса заходили в верхнюю крышку. Хотя здесь 42 миллиметра, и я не могу сказать, что этого мало. Этого иногда достаточно для того, чтобы не принимать фул урон от фугасных снарядов, которые может дать этот фугас. Что касается в целом бронин, то стоит обратить внимание, что верхняя часть забронирована очень классно, она тупо вся красная, я бы сказал пордовая, 262 миллиметра. Приведенки здесь практически нет, потому что здесь практически прямой угол, но в то же время, ребят, представьте себе, что вы отыгрываете от неровности, становитесь вот так вот, опускаете свое орудие, которое аж вот так вот сгибается вниз, что в целом очень комфортно. Ваш нижний бронелист, скорее всего, заходит за какое-то укрытие, и в нем, кстати, 126 миллиметров, тоже я бы не сказал, что здесь прям совсем картон. Ну а верхний бронелист у вас будет иметь приведенку в 308. Короче говоря, если вы займете правильную грамотную позицию и сможете нормально отыгрывать свою броню, то, в принципе, будет вам счастье. Что касается того, насколько сильно стоит доводить корпус, когда вы играете, обратите внимание, что орудие в сторонах, ну, становится довольно-таки неплохо. То есть ты в целом можешь вправо-влево нормально соперников выцеливать, хотя машина по поворотливости вправо-влево не является прям супер-бодрой. Это мы сейчас тоже будем заценивать с вами в катке. Что касается сравнения данной машины с другими, не вижу абсолютно никакого смысла прям долго стоять в этой таблице, потому что конкурентов огромное количество. Единственное, на что, ребята, обратите внимание, ДПМ 3560, и это просто офигительный ДПМ на своем уровне. С ним может конкурировать и превосходит его только АТ-15, ну, просто потому что перезаряжается как чума, при этом имеет довольно неплохую альфу. Все же остальные, ребята, они нервно курят в стороне по ДПМу заявленному. Нормальное пробитие, как я уже сказал, довольно-таки хорошая альфа. Да, безусловно, у многих, у многих больше 400 или 400, но не в альфе счастье, а в том количестве урона, которое вы можете забросать за период времени в бою. Как я уже сказал, с временем перезарядки в 6 секунд, обратите внимание, опять-таки круче у нас только АТ-15, данная машина просто зверь накидывания урона на дальних расстояниях. Что касается подвижности, то, что я говорил, что скорость у машины крайне скудная, всего лишь 38, и есть ребята, которые бодрее, их огромное количество. Поэтому я и говорил, что данная машина предназначена в первую очередь для игроков, которые не за активный геймплей, а за то, чтобы спокойненько где-нибудь затихариться, набрасывать урон и таким образом поддерживать свою команду. Вот что касается процентов побед, да, безусловно, есть ребята, которые круче отыгрываются, но все-таки я бы не сказал, что стоит ориентироваться только на вот эту цифру. Стоит ориентироваться на то, будет ли приносить данная машина вам удовлетворение, и, кстати, ребята, обратите внимание, 171% коэффициента доходности. Это не супер круто, но в целом я бы сказал, что нормально на своем уровне. Как вы видите, есть только 175 у СУ-130ПМ, ну а все же остальные, ребята, имеют меньше. Ну и есть еще, правда, у нас ВЗ-121ГФТ, но надо быть миллионером или супер счастливым человеком для того, чтобы она выпала вам из контейнера. Ну а миллионером, потому что, по-моему, за последнее время не так уж часто она появлялась, и в последний раз, когда была, то необходимо было задонатить целых 300 баксов. За 300 баксов можно, бляха-муха, скутер какой-нибудь себе прикупить и весело гонять по дворам. Короче говоря, каждому своем я просто констатирую факт, что доходность у данной машины не прям супер имба, но довольно достойная. Что касается второго героя данного набора, вот так вот выглядит Panzer 58 в разрезе своей брони, ничего выдающегося, да, куча вот таких вот скосов, которые дают какие-то, скорее всего, рандомные рикошеты, но я в этом очень сильно сомневаюсь. То, что я видел про данную машину, что машина не очень живучая в бою, особенно в руках не очень умелых игроков. Что касается сравнения с другими, ровно как и в ситуации с нашим с вами ПТ-героем, то в целом и по данному типу техники, тут просто огромное количество конкурентов на средних танках, тут можно, блин, себе ноги стоптать, пока всех обсуждать будешь. Что меня порадовало, это то, что есть хороший заявленный ДПМ, а что меня не порадовало, так это не очень хорошая броня, и меня больше всего смущает вот эта вот цифра. 51% побед, и есть огромное количество машин, которые отыгрываются гораздо интереснее, гораздо веселее. Короче говоря, именно вот это вот меня очень сильно смущает, действительно ли стоит 5,5 тысяч золота тратить на то, чтобы приобрести себе машину в коллекцию, либо сугубо ради обзора. Я, к сожалению, ютюбер нищебродный, не могу себе позволить выбрасывать свое золото прям на все, на все, на все, хотя с удовольствием бы это делал ради вас и снимал бы для вас все больше и больше новых честных обзоров. Говорю, как есть, машины нет, поэтому осуждать ее не буду, ну просто потому что даже те цифры, которые я увидел, не позволили мне изначально априори сформировать какое-то мнение, знаете, такое вот устойчивое, что прям вот не хочу и все. Итак, ребят, что касается Ягдтиграм, то нам осталось только данного товарища выкатить из ангара и посмотреть на что машина способна. Я очень сильно надеюсь, что в данном бою я смогу показать те возможности, которые предоставляет данный аппарат любителям, как я уже сказал, не сильно быстрого и агрессивного геймплея. В то же время, ребят, если сейчас будет фейл, я его вырезать не буду. Я всегда показываю машины такими, какими они есть на самом деле. И если вдруг у меня случаются фейловые бои, которые прям, ну уж очень сильно негодные, то они обязаны остаться и обязаны быть увиденными. Потому что такие фейловые бои могут случиться и с вами. И если вы имеете не 60, не 70% побед, то, поверьте, фейлы ожидают вас, ну, я бы сказал, однозначно. Ровно как и победы. Поэтому, ребят, смотрите честные обзоры. Смотрите не те обзоры, в которых машину расхваливают и говорят, что она прям супер-супер. Смотрите то, когда вы можете понять, как машина будет играться именно в ваших руках. Итак, ребят, по подвижности. Как видите, машина не очень бодрая. Она едет, окей, вопросов нет. Но прям взорваться куда-то вы на ней однозначно не сможете. Теперь, что касается поворотливости данной машины. Помните, я говорил по поводу того, что орудие позволяет отслеживать соперников, поворачиваясь вправо-влево. Так вот, что самое интересное и на что стоит обратить внимание. Что если вы помните, насколько хорошо орудие поворачивалось вправо-влево на ресурсе, то обратите внимание, как оно поворачивается в бою. Согласитесь, ну, далеко не то же самое. Именно поэтому я говорю, что машины надо заценивать в боях. Можно сравнить что-то, можно посмотреть что-то в каких-то таблицах, ребят. Но все-таки это не то же самое, что реальный бой. Поэтому заценивайте машины по боям, а не по сравнительным таблицам. Что касается поворотливости машины, ее можно закрутить. То есть, в принципе, если вас начнут крутить, то вы можете потихоньку начинать свои вещи собирать в сторону ангара. Если вам никто не поможет, то в целом вы однозначно там будете. И будете очень быстро. Как я уже говорил, по бортам не совсем картон. Но, я думаю, все мы понимаем, что обычными бронебойными вполне спокойно забирать. Теперь, что касается точности орудия. Как вы видите, два раза я выстрелил, выстрелил довольно точно. Сводится орудие вполне нормально. Снаряд летит очень бодро. Летит практически куда ты выцеливаешь. Ну, а что касается того, чтобы отыгрывать от брони, то я думаю, что сейчас у меня будет явно повод показать эту броню. К нам уже потихоньку подвигаются. Будем держать оборону. Ехать куда-то вперед. Желания нет абсолютно никакого. И я обожаю эту машину именно за возможность спокойно постоять и понабрасывать урона. Победа в таком случае, безусловно, будет в том случае, если ваши союзники, они вам будут помогать тем, что будут сдерживать товарищей до тех пор, пока вы перезарядитесь и будете накидывать все новые и новые единицы уронов ваших соперников. Как вы видите, не прошло пробитие от соперника. И как только я сделал глупость и отвернулся, мне залетело в борт. То, о чем я изначально предупреждал, то, о чем я изначально говорил. Борта слабое место. Отыгрывать необходимо исключительно стоя ровно, прямо против соперника. Так. Блэк Принц получает. Я, слава богу, не отхватываю. Опять меня спасает броня данной машины. Ну давайте, покажитесь кто-нибудь. Накидываем в акулу. И честно говоря, я сейчас играю на абсолютном расслабоне. Вот нет у меня, знаете, какого-то такого ощущения экстрима, какого-то ощущения боязни чего-либо. Я просто стою. И я больше чем уверен, что даже если сейчас ко мне кто-то подъедет ближе, то все равно будет все в мою пользу. Ну просто потому что машина это действительно позволяет. Сейчас, когда я выкатываюсь, допустим, на Чириоттера, я понимаю, что пробить меня он явно не сможет. То же самое касается и Блэк Принца, который на седьмом левеле, но не обладает таким уровнем пробития, чтобы пробивать меня просто нагло спереди. Приходится откатываться назад. Не успел добрать. Жаль. Очень жаль. Отвлекся, заговорился. Мог сделать сейчас второй фраг. Ну а теперь осталось нам просто поехать добрать товарища Принца и посмотреть на результаты боя. Абсолютно спокойный бой. Без какой-либо паники, без суматохи, без ничего. Займи на этой машине соответствующую годную позицию и играй в снайпера. Нечего лезть тебе на передовую с твоей скудной подвижностью. Хотя, когда враги все-таки подбираются к тебе поближе, тебя начинает спасать очень классно расставленная броня. 3395, будем говорить 3400 единиц урона, 2 сделанных фрага. Что касается коэффициента доходности, который мы обсуждали и реального фарма по данной машине. С учетом пополнения амуниции, но не без того, я получил 94000 серебро. Много или мало, я не могу сказать. Но могу сказать, что это приятно. Вот это действительно стоит того, чтобы поиграть. Удовольствие от игры. Я занял первое место в команде по урону, именно потому что не поперся никуда на передовую. Ну и занял свою грамотную позицию, как я уже сказал, толкового годного снайпера. Хотите ли вы себе этого снайпера? Стоит ли покупать вам данную машину для того, чтобы получать удовольствие от игры? Здесь уже решать вам. Ну а мое же дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Обязательно напишите, что вы думаете по Panzer 58. Ну и если обладаете ягдтигром, тоже напишите свой коммент по поводу годности данной машины. И стоит ли ее покупать, в первую очередь, допустим, новичкам. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok